Надежда Дёмина приехала в Анапу из города Антрацит Луганской области. На родине остался дом, хозяйство и работа. Спокойное течение обустроенной жизни резко изменилось. Мы в общем жили там и неплохо жили. И у нас был свой дом, и у нас было хозяйство. А тут мы запутались чуть-чуть. У Надежды несколько вопросов. И к работодателям ей необходим легкий труд из-за инвалидности. К представителю отдела УФМС, как правильно оформить документы и с чего начать. И к специалисту управления образования. Внучке в этом году в первый класс. Дочка беременная, и это в первый класс её надо оформлять. И поэтому не сообразим, что у нас с регистрацией. Нам надо регистрацию, чтобы нас оформили на работу или куда-то, или как-то. В первый класс в этом году пойдёт и Илья Семененко. Узнают с мамой, как правильно закрепиться за школой. Да, пойдёт, скажем, даже канцелярию выдадут на первое время. Какую школу? В 15-ю Гастагаевская столица. Выездной приём на ярмарке вакансий проводят специалисты отдела УФМС по городу Анапа и Управление образования. Тем, кто уже разобрался с бумажной волокитой и готов устроиться на работу, представители анапских предприятий предлагают вакансии. Санаторий Анапа-Океан, отели Кагранд-Прибой, смена Делуч и Почта России. Готовы трудоустроить граждан Донецкой и Луганской областей, получивших статус временного убежища или патент на работу. Сегодня мы проводим ярмарку вакансий для граждан Украины, прибывших из Луганской и Донецкой областей. У нас представлены 8 предприятий. Это в основном, конечно, санаторно-курортная отрасль, также Почта России и сельскохозяйственное предприятие УПХ Анапа. Всего около 200 вакансий. Также мы представляем вакансии от базы центра занятости, около 4000 вакансий, и вакансии других регионов. На рынке труда востребованы высококвалифицированные специалисты, работники со средним специальным образованием. Есть вакансии, не требующие специальной подготовки. Сейчас в разгар курортного сезона востребованы профессии именно санаторно-курортного отрасли. Это и повара, и пухрабочие, официанты, горничные, дворники, озеленители, врачи, медсестры. Но и в преддверии начала учебного года также учителя, преподаватели, воспитатели в детские сады. Все это очень востребовано на сегодняшний день. Средняя зарплата 15-20 тысяч. Полный перечень вакансий и правил оформления документов для трудоустройства подскажут специалисты Анапского центра занятости. И всегда готовы дать консультации сотрудники отдела УФМС и управления образования. Адреса на экране.